Привет, друзья! Хотелось бы в этом видео поговорить о онлайн-формате наших тренингов и в чем их преимущество. Давайте начнем, перечислю вначале, какие у нас есть онлайн-курсы, и потом отдельно пройдусь по каждому курсу и объясню, в чем преимущество. У нас есть сейчас на данный момент три онлайн-курса. Первый из них – это элементарная матрица для новичков или для людей, кто хотят углубиться в детали. Затем матрица 9 и у нас еще есть матрица 9, второй уровень. Три таких основных, фундаментальных, глубоких курса. Что такое элементарная матрица? Элементарная матрица была создана для того, чтобы помочь человеку, будущему мастеру, вступить в понимание самих фундаментальных форм и их построения. Что это значит? Когда мы разбираем фундаментальные формы, мы начинаем сразу с диаграмм, мы начинаем сразу с отработки. То есть у нас очень мало времени на теорию. Это я говорю сейчас про очный курс. И у нас уходит где-то неделя на вот этот очный курс, где мы идем очень интенсивно с отработкой каждой формы. Всего мы отрабатываем 10 форм. 9 фундаментальных, 10 добавочную форму. Из этих форм впоследствии строятся все конструкции из волос. Любые. Креативные асимметрии. Любые на ваш вкус. Что бы вы не хотели построить, вам необходимо знать фундаментальные диаграммы и фундаментальные формы. Без них невозможно качественно, грамотно построить дизайн. Элементарная матрица, она преподготавливает, как бы предготовит вас к тому, чтобы вы смогли мягко пройти по этому курсу. Чтобы вы не задерживали свое внимание уже на таких вещах, как пробор, позиция тела, параллельность проборов. На таких элементах, как элевация и контроль элевации, направление пряди и контроль направления пряди с помощью позиции тела. Это и есть самые важные аспекты, самые необходимые аспекты, потому что они дают детальный контроль силуэта. Форма – это силуэт. Если мы не можем контролировать вот эти важные принципы, важные детальки, то как бы мы хорошо не понимали теорию, как бы мы не пытались ее через моторику выразить, у нас ничего не получается, и это приводит к разочарованию. То есть вот эта моторика, она начинает включаться только тогда, когда вы на нее потратили определенное количество времени. Но этого времени на самом тренинге «Матрица 9» у нас как бы нет. То есть тренинг «Матрица 9» уже желательно, чтобы вы уже знали вот эти мини-элементики, из которых потом собирается вся конструкция. Если вы проходите элементарную «Матрицу» онлайн, то вы на 100% подготовлены к тренингу «Матрица 9», и вам будет очень легко, намного легче, чем для новичка, который никогда не был связан с нашей философией, да и вообще с философией фундаментального качественного построения формы. Это даже не философия, это просто грамота в нашей профессии. И почему мы создали этот курс? Потому что мы столкнулись с проблемой, и к нам приходят люди на тренинг, и нам приходится их учить элементарным вещам, таким как положить параллельные проборы. У них не получается положить параллельные проборы. Мы тратим на это часы тренинга, и у нас не остаётся времени, чтобы дать основную общую информацию. Точнее, мы-то её даём, но человек её просто не усваивает, потому что он застревает на обычных вещах, как позиция тела, как знание диаграммы, как параллельность проборов. И для тренера это разочарование, да и для самого ученика это разочарование. Поэтому не допускайте таких ошибок, когда вы идёте на тренинг совершенно неподготовленными. Мы стараемся подготовить вас и дать все возможные инструменты для того, чтобы вы были готовы к самому, к самому тренингу, к именно очному тренингу. Потому что встреча мастера и подмастерия на очном тренинге вживую – это и есть кульминация всего вашего знания, которое вы накопили за какой-то период времени. Я советую вам всегда начинать с элементарной матрицы. Даже если вы считаете себя уже опытным мастером, проработавшим много лет, но никогда не работав технично, а работали только, например, визуально, то мы вас будем считать новичком. То есть вы будете всё с нуля начинать делать. Поэтому не принимайте это как какое-то оскорбление. Наоборот, это очень здорово. Начать всё с самого нуля, но правильно, точно, чётко. И вы увидите радость, получите радость от того, что вы будете контролировать вашу же родную профессию, в которой вы уже находитесь много-много лет. Поэтому начинайте с элементарной матрицы. Завершив элементарную матрицу, переходите на матрицу 9. Эти тренинги все очень доступны в цене, поэтому не пугайтесь, что мы пытаемся там заработать миллионы на вас. Нет, мы пытаемся сделать нашу работу эффективной. Поэтому мы придумываем все эти вещи, поэтому мы их разрабатываем, поэтому мы улучшаемся каждый год. Попав на матрицу 9, вы пройдёте, уже зная все принципы с проборами, их параллельностью, с диаграммами, с тем, как правильно, грамотно, равномерно смачивать волосы, чтобы контролировать материал, чтобы он у вас не выскальзывал из рук. Это очень важные аспекты и элементы, которые просто уже нужно будет знать, чтобы быть на матрице 9. И матрица 9 нам останется только провести вас по формам, показать, научить каждую диаграмму отдельности, разобрать её, показать, как она накладывается на костную структуру. Но вы будете уже чётко контролировать проборы. У вас не будет на этом застревать рука. Вы будете скользить по этой информации вместе с нами, и пройдёт через весь тренинг очень эффективно. Матрица 9 онлайн – тоже очень полезная вещь. Если вы хотите попасть на очный тренинг, я советую вам вначале пройти матрицу 9 онлайн. Потому что там, во-первых, информация даётся настолько, настолько микроскопически точно и много, и во времени она более объёмная, не так, как на очном тренинге, где вы можете посвятить каждому элементу большое количество времени. Это всё в записи. Вы можете потом многократно просматривать. Тренер даёт вам домашние задания. Вы отрабатываете эти домашние задания. Вы присылаете тренеру. У вас прямой контакт с тренером, и у вас нету прессинга времени. Это самое главное. Когда вы учите чего-то новое, очень важно, чтобы не было вот этого стресса, временного стресса. Когда вы понимаете, у вас не получается, а время заканчивается, день завершается, и потом следующая форма, и следующая форма. Это может вызвать действительно стресс у человека, если у него действительно не получается так быстро, если ему нужно на это время. Например, я учусь очень медленно. Мне важно, чтобы не было вот этого вот стресса временного, когда на меня давит время. Мне очень важно попробовать, потрогать, попрактиковать, потом оставить, уйти на время, подумать, дать моему телу это всё впитать, снова вернуться, снова поделать, чтобы не было отвращения, где ты гонишь, гонишь, гонишь быстро в тайминге, во времени. Это нехорошо для начала. Это хорошо, когда у вас уже есть хорошее фундаментальное знание, и вы уже отработали его мощно и глубоко, и тогда добавляется уже прессинг времени, чтобы вы быстро это делали, точно быстро, качественно, чтобы вы в салоне могли быть очень эффективны. Но во время обучения я не советую. Поэтому Матрица 9 онлайн, я очень советую вам пройти этот онлайн-курс, прежде чем приходить на очный тренинг. Вы просто получите в разы больше удовольствия, радости на этом тренинге очном, когда вы уже придёте со знанием, уже отработав все эти формы, и тогда вот тренер вам может вложить вас гораздо больше, чем если вы совершенно белый лист. Поэтому не допускайте ошибок, таких как абсолютно без знания и понимания прийти на очный тренинг и оказаться в таком давлении и стрессе. Да, вы получите информацию, конечно, вы многому научитесь, но вы научились бы в сто раз больше, если бы у вас уже было какое-то знание и понимание, и вопросы у вас были бы совсем другие, осознанные. Затем Матрица 9, второй уровень, что это такое? Это комбинация тех форм, которые мы прошли на Матрице 9. В салоне вариантов огромное количество. К вам приходит человек, и у него есть свои пожелания. Вы не можете сделать на нём то, что вы хотите. У него, например, есть пожелание сохранить полностью длину, но измениться. А обычные фундаментальные формы иногда никак не будут вписываться в это пожелание, потому что, например, у человека уже на внутренней части формы короткие длины. Или более короткая какая-то, не совсем точная в геометрии чёлка сделана кем-то до вас. А вам нужно это всё сделать слитным, вам нужно, чтобы силуэт нигде не ломался, не прерывался. Это же будет давать движение на форме, это же будет уже убирать качество формы. Поэтому вам необходимо научиться соединять от линии до внутренней части формы с помощью элевации направления пряди любой силуэт, чтобы вы создавали абсолютно любой силуэт, который вам необходим, с имеющимися длинами, чтобы он был функциональным. Поэтому второй уровень Матрицы 9 как раз вас этому учит. Вы будете понимать, как комбинировать между собой геометрии формы, как соединять одну точку с другой в силуэте, и чтобы всё происходило так, чтобы волосы заворачивались вовнутрь, чтобы силуэт не ломало, чтобы волосы не выбрасывало вправо-влево, вверх-вниз, чтобы они были послушны, его форма укладывалась легко. Там будут такие формы, как шейк. Шейк – это очень салона желаемая форма клиентами. То есть там идёт комбинация линий, градуировки и слоёв. Это развернутые в объёме красивые вьющиеся волосы. На вьющихся волосах она в основном делается, или на волнистых, или на очень густых, хороших волосах. Эта форма очень красивая, я советую её выучить. Затем у нас там будет хейло. Хейло – это по-русски сессун. Это мере матье. Сразу ассоциация у вас появляется в голове. Хейло – очень редко простраивается в салоне, очень редко. Но если есть такие клиенты, которые хотят эту форму, то вам это очень пригодится. На самом деле обычная градуировка круглая, только с очень-очень минимальной элевацией, почти в ноль. Нужно знать, как она делается. Она очень полезна для вашего развития. Затем фарфлай – это, если вы вспомните фильм «Диало носит Прада», я всегда его привожу в пример, потому что вы все смотрели. Мерлин Стрип, у неё там форма фарфлай на парике построена, правда, не на её волосах. Очень красивая форма, очень необходима в салоне. Это квадратная градуировка на стороне до вертикального сечения, и затем мы уходим в плоскости две на затылке. Они как бы в треугольник соединяются, но строятся через пробор круглой градуировки. Поэтому это сложная форма, и я советую её знать. Она вам пригодится, очень-очень будете её любить, и в салоне использовать на каждом третьем. У кого волнистые, такие красивые, вьющиеся, подвижные волосы. Так что, да, будут такие комбинации, там как треугольная градуировка с круглыми слоями. То есть эта комбинация даёт вам возможность не фиксировать пробор, вот как у меня зафиксированный пробор на одном месте. Я никогда чёлку не стану носить сюда. У меня всегда здесь пробор от рождения. Я так ношу. Но если клиент хочет носить чёлку направо, налево, чтобы она ложилась очень красиво вот так на сторону и сливалась с формой, то вам необходимо знать, как комбинировать градуировки со слоями. И на этом курсе вы будете этому учиться. Также задаются задания на дом, также тренер проверяет абсолютно каждое задание, индивидуально к каждому человеку подходит, разбирает всё в видеоформате. Поэтому этот тренинг расширит ваши горизонты однозначно. И вы будете в салоне чувствовать себя более уверенно. Матрица 9 достаточно, чтобы начать уже набирать опыт в работе техничной. Но когда вы уже все формы, все дизайны Матрицы 9 проделали, вам станет немножко скучновато. Вам захочется что-то уже экспериментировать и развиваться дальше. Вот тогда, когда вы почувствовали так, то уже начинайте двигаться в сторону Матрицы 9, второй уровень. Вы можете пройти этот тренинг онлайн. Он у нас будет онлайн уже очень скоро. Следите за анонсами. И пройдя этот тренинг, не ждите долго, так как у вас уже... Это подразумевает то, что вы уже знаете Матрицу 9, у вас уже есть опыт, вы уже ее отработали. Поэтому второй уровень у вас пройдет достаточно быстро. Через 2-3 месяца, поработав в салоне с этой информацией, сразу можете идти на очный тренинг, опять же, второго уровня Матрицы 9. И там уже с тренером задавать ему вопросы и работать лично, получать еще более углубленное понимание комбинаций форм. Затем, о чем бы мне хотелось еще поговорить, это отличия онлайн-обучения и очного обучения. Но я уже немножко объяснила отличия сейчас, когда рассказывала вам о онлайн-курсах. Но еще хотелось бы пройтись по этим отличиям. Самое большое отличие – это, конечно, время. То есть онлайн-тренинг, он растянут вам времени, и у вас нету стресса по поводу времени. Вы можете всегда возвращаться к информации, просматривать ее, анализировать, смотреть ее снова и снова, тренироваться многократно, задавать вопросы тренеру через платформу. На ваши вопросы будут всегда ответы. К сожалению, в очном тренинге такой возможности нет. В очный тренинг подразумевает уже то, что вы знаете информацию достаточно хорошо. И там вы можете получить напутствие лично от тренера, который стоит рядом с вами. Это очень важно. Он может поправить вашу позицию тела, которая мешает вам выполнить хороший прямой четкий силуэт. И из-за этой позиции тело летит, а левация направления прядей, вы не понимаете, почему у вас ускоряется вес в форме. Такие вещи вы сами просто не увидите у себя, вы не знаете, потому что как должно быть правильно. И вот эти микродетальки, которые тренер может поправить, уже визуально за вами наблюдая, они необходимы. Вы уже знаете информацию, вы ее уже отработали. И вот здесь происходит вот эта коррекция. И как раз тогда вот этого времени очного тренинга достаточно. Поэтому не допускайте ошибки, когда вы просто нулевые приходите. Придите подготовленными, вы получите колоссальный результат от очного тренинга. В этом отличие. То есть время. Время. Затем на онлайн-тренингах вы можете сдавать работы и получать комментарии от тренера. И это очень-очень полезно. Это очень важно. Это у нас есть, всякая возможность у нас есть только на тренинге мастерс, на нашем годовом тренинге. Тренинг-мастерс включает в себя абсолютно все. Там и все растянуто во времени, нету стресса, и работы у вас оцениваются, и вы сдаете работы. То есть вот все в общем и целом получается у нас и онлайн-подготовка, и все бонусы, и очного тренинга все бонусы, они все есть в мастерс. Конечно, если у вас есть возможность, с удовольствием ждем вас на мастерс. Но если такой возможности нет, то да, вам нужно понимать, что на очном тренинге у вас есть очень длительный доступ к тренеру, и он вас комментирует постоянно, все ваши работы. А на онлайн-тренинге, да, а на очном тренинге у вас этой возможности, конечно же, нет. Поэтому если вы подготовлены, то по сути вам уже это и не нужно. Тренер только будет корректировать какие-то неточности, которые он будет вас замечать. И вы выйдете с очень хорошим, продвинутым уже осознанием и пониманием фундаментальных форм. Затем, наверное, все. Это самые основные отличия между очным и онлайн. Поэтому я всегда советую это комбинировать. Если вы действительно хотите научиться в глубину, и вы хотите стать действительно мастером и почувствовать разницу между техничным ремеслом и визуальным, когда вы визуально с формой работаете, или технично, и научиться технично работать перфектно, не так поверхностно, как очень многие называют, что они работают технично, да, и говорят о том, что они, может быть, там изучали техничное ремесло, но ты видишь, что это все очень поверхностные, позиции тела неправильные, нарушенные. Просто идет какая-то имитация. Имитация и подражание. На самом деле в глубину человек не понимает, что он делает. Вот чтобы не быть этим человеком, обязательно изучите все в глубину на очном тренинге, и потом приходите, точнее, извиняюсь, на тренинге онлайн, и потом приходите на очный тренинг, где вас просто уже завершают и отполируют, чтобы вы могли уже спокойно, без тренера развиваться дальше. Наша задача, чтобы вы к нам больше уже не возвращались, завершив ваш путь, чтобы вы шли дальше самостоятельно. Это очень важно. Если вам приходится возвращаться, и через пять лет работает, как бы изучая техничное ремесло, то что-то не то с обучением. Нам очень важно, чтобы наше обучение было эффективно. И мы к этому стремимся, и каждый наш тренинг ведет вас к этому. Поэтому путь развития. Алиментарная матрица. Всем советую. Затем матрица 9. Затем матрица 9, второй уровень. И обязательно очные тренинги. Вот полный комплект, и вы состоявшийся мастер. Но на это уйдет где-то, я вам скажу, года три. Рассчитывайте на годы три. Если вы хотите сделать этот экспресс-метод и очень быстро и эффективно пройти, у вас есть жадность до обучения, то тогда это, конечно, мастерс. Приходите на мастерс. И рассчитывайте свои финансы, чтобы вам было не тяжело, чтобы вы могли или во времени растянуть, и спокойно позаниматься, и достичь результата за три года, или если есть возможность финансовая, то завершите это за год. И потом наслаждайтесь своей профессией до конца дней своих. С радостью. Ну, хотелось бы еще сказать, что очные тренинги обязательно у нас будут, конечно. Это, я думаю, ситуация в мире уляжется и пройдет достаточно в ближайшее время. Очень надеюсь. И мы уже планируем на осень расписание по разным городам. Мы планируем с осени. Если ничего не произойдет снова, если не наступит какая-нибудь вторая, третья волна, очень надеюсь, что не наступит, потому что уже очень хочется работать. Просто горят руки с вами поработать и получить вас. Поэтому ждем вас. Очень ждем. И занимайтесь, ребята, развивайтесь, развивайтесь. Если вы решили этой профессии посвятить свою жизнь и работать так в этой профессии, то, конечно, работать нужно качественно. Берите пример с тех ваших людей, за которыми вы следите, мастеров, кто вам нравится, ваших идолов. Берите пример. Все эти люди вкладывали в свое обучение очень длительное время, развились до уровня мастера и теперь дарят свое знание людям. Поэтому развивайтесь, дарите свое знание вашим клиентам. Может быть, в будущем даже вы сможете обучать. С радостью даже, может быть, и с нами вместе. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok